Всем привет, с вами канал Грайс. Мы продолжаем наше прохождение за японскую империю в игре Hearts of Iron 4 с модом Great War. То есть в предыдущих сериях мы начали развивать армию, увеличили её почти до 250 тысяч, немножко по флоту соответственно увеличиваем и готовимся к революции в Китае, чтобы уже в дальнейшем по фокусам и уже выбирать вот дальнейшее изучение, то есть из Сенхайской революции, требования и так далее. То есть давление на Китай, вот эти претензии на Маньчжури, вот это всё. А дальше там уже посмотрим, как пойдёт. Вот, ну что же, запускаем тогда. И будем смотреть, что будет происходить дальше по событиям. Так, изучили новые хирургические инструменты. Так, давайте в тяжёлую промышленность. И, кстати, у нас Сенхайская революция произошла. И будем наблюдать. Ну, здесь должна будет, в принципе, республика Китай победить. Они всё равно сильнее. Тут сейчас будут спавниться их войска периодически, и они должны будут одержать победу. То, что мы ждали, то и произошло. И вот выбрали, соответственно, национальный фокус по Сенхайской революции, чтобы уже в дальнейшем там пошли уже изучения по требованиям Китая. Ну, сейчас вы увидите в дальнейшем. А тем временем видим, что Италия объявляет войну государства Османской империи. Ну, это, кстати, у них сейчас всё по национальному фокусу идёт. Они сейчас... Да, итальянское вторжение в Ливию. Правительству Османской империи был предъявлен ультиматум посредством австрийских посредников. Османы ответили предложением о передаче контроля над Ливией без войны, поддержав официальный османский суверенитет. Итальянцы отказались и объявили войну. Да, вот сейчас как раз все бои начнутся в Ливии. Здесь всё по национальному фокусу, здесь без изменений. Так, а вот, кстати, Синхайская революция, что дала от империи Цин. Отделилась Монголия, которая должна в дальнейшем стать марионеркой Российской империи. И империя Цин, она в дальнейшем станет Тану Тувой. А революция пока, да, всё проходит. Кстати, посмотреть, если по текущим войнам. Китайская гражданская война. Ну, тут потерь так не очень много, но Китай... А, кстати, смотри, Китай летит нормально так. Интересно. Ну, кстати, то, что мы выбрали не исторический фокус, здесь может ещё империя Цин одержать победу. Национальный фокус Синхайской революции мы изучили. Так, то, что политвласть нам даётся, да, мы это уже знаем. И дальше вот что нам даётся на выбор. 13 требований. Должно выполняться одно из условий. Так, 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 так. Подожди-ка, здесь вот интересно. Чтобы нам... Какое нам проще-то будет? Проще будет 21 требование. Изменить мнение Китая. Да-да-да, нам, в принципе, надо, кстати, будет и выбирать как раз-таки 21 требование. Но пока мы не можем, потому что Синхайская революция не закончилась. Ещё известно, как она закончится. Хорошо. Так, нам сейчас снова доступны решения. Я так подумал, мы, так как вообще с демократией вообще не будем никак развивать. Я как бы не особо люблю, потому что более миролюбивое такое политическое движение. И как бы с ним вообще ничего не оправдаешь. Поэтому давайте вообще запрет демократических партий вообще выберем. Чтобы у нас их вообще в помине не было в правительстве. И у нас остаются, по сути, то есть фашизм, ассоциация помощи трону и наше действующий авторитаризм. Партия с императором Мэй-Дзи. Хорошо. Да, вот сейчас вот обратил внимание, вот эта армия, которая у нас стоит на Корейском полуострове. У неё потери от истощения идут. То есть нам нужно будет как можно быстро, максимально прокачивать здесь инфраструктуру, морские базы. Иначе в случае введения боевых действий нас здесь просто китайцы завалят. Даже, кстати, вообще на границе ни одних войск нет. Да, жалко, нельзя нападать. Мы бы сейчас могли вообще этим хорошо воспользоваться. Так, национальный фокус, верность императору мы изучили. Так, духовная мобилизация, что нам даст? Военно-обязанность населения возрастёт. Нет, знаете, нам, в принципе, пока хватает. Нам лучше надо промышленность, военные заводы, вот это всё качать, потому что... Так, инфраструктура. Да, нам надо вот это всё расширять, потому что проблема возникает уже на том плане, что нам нужно как можно... О, в авиабазы, давайте. Проблема возникает в том, что у нас вот именно сейчас со снабжением проблема на корейском полуострове, и поэтому нужно как можно быстрее её решать. Так, и доступны решения, но здесь нам, в принципе, ничего интересного нет. Так, по строительству вот, у нас одна фабрика, и дальше уже погнали, получается, вот как раз инфраструктуру корейского полуострова. Морские базы вот как раз-таки прилегающие непосредственно к линии фронта будущей. Вот это всё будет у нас качаться. Так, а у нас 26 февраля 1912 года. Был создан Балканский союз. Неожиданный ход. Несколько балканских стран, включая соперничающие Сербию и Болгарию, объединились в Балканскую лигу, военный союз, который изначально сформировался против Австро-Венгрии. Хотя основной целью альянса является Габсбурги, которые, кажется, что их первой жертвой станет государство, которое находится между этими четырьмя странами. Мы продолжаем следить за ходом действий Синхайской революции. Видим, что империя Цин уже нормально так проигрывает республиканскому Китаю. То есть, если посмотреть по потерям, у них 40 тысяч, ну, уже да, 62 тысячи. Но здесь уже понятно, что империя Цин будет свергнута и придёт уже демократическое правительство Китая. Как они дальше будут себя вести, вот это я не могу сказать. Будем смотреть и наблюдать. Мы тем временем, то есть, на Южный Сахалин отправили войск, потихонечку пополняем действующие войска. И у нас ещё стоит сейчас на защите главных островов. Ну, то есть, они здесь уже вдоль всей границы вытянуты. Буду их потихонечку обучать. И там уже, может быть, из этой армии вести именно само пополнение на фронт. По стройкам здесь всё пока ещё медленно идёт строительство. То есть, фабрика, а дальше уже пойдёт сама вся инфраструктура. Так, национальный фокус ВВС императорской армии Японии мы изучили. То есть, плюс 2 единицы авиабазы, плюс 15% к исследованию воздушной доктрины. Хорошо. Так, и тут тем временем Титаник утонул. Да, они сказали, что Титаник был непотопляемый, но всё же. Так, и расширение аэродромов. Или нам идти всё-таки духовная мобилизация, психологическая обработка в дальнейшем нам даст стабильность. Поднять дух нации. А, поднять дух нации нам надо будет в войне. Давайте тогда вот эту ветку реально докачаем, а там в войну-то мы всё равно вступать будем. В общем, чего я подумал. Вот я вот ставлю на оборону войска, но они, вы понимаете, тоже тут. То есть, общие войсковые. То есть, там с дополнительным оснащением совсем так. Так, Олимпийские игры в Стокгольме объявлены открытыми. Посетим? Посетим. Так, Италия, Османская империя подписали мирный договор. В чём я говорил? О том, что вот у меня... Я сейчас создал новый шаблон. То есть, он у меня будет состоять... Так, Италия выиграла. Мы это знаем. Всё, доп. снащение убираем. И все вот эти дивизии переобучить вот именно по этому... Да, сейчас так и сделаем. Сейчас вот каждый... Блин, тут у меня ещё и конница. Короче, всё, надо будет переобучать вот в этот вот шаблон. И, соответственно, мы сейчас освободим немного и доп. оснащение. Потому что, в принципе, эти сейчас войска находятся на континенте. В любой момент мы также их сможем быстро переобучить. Короче, нашёл я. Есть такая вот кнопка. Вот просто выбрать те дивизии, изменить состав. Соответственно, сейчас они у меня все переобучаются. Да, сейчас мы их, в принципе, поставим на тренировку. Ещё уберём оттуда доп. оснащения. И вот тем самым, как видим, у нас освободилось и пехотное снаряжение, и доп. оснащение. То есть, лучше так, на континентальном... Ну, и даже не континентальном, а вот на островной основной части не будут такие виды войск находиться. А уже, соответственно, в самом фронте уже с более прокачанным, то есть, с доп. оснащением совсем. Но эти тоже сейчас до обычных обученных прокачаем. Так. Всё. Республика Китай победила в гражданской войне. И, соответственно, когда у нас появится, вот изучится этот национальный фокус, мы уже начнём пробовать предъявлять им требования. И что в конечном итоге это нам даст. Итак, окончание Синхайской революции. После Синхайской революции династия Цин была отсвергнута. И вслед за этим провозглашена Китайская республика. Хотя изначально к новому правительству относились к скептицизмам. Оно гарантировало всем великим державам, что сохранит все торговые обязательства. И сделки по морским поставкам были перезаключены. Таким образом, переход к новой форме правления пройдёт гладко. Итак, наступило 9 июня 2012 года. У нас государство Сербия объявляет войну государству Османской империи. То есть, там разборки на Балканах сейчас по-прежнему все продолжаются. А у нас что? У нас подготовка дивизий. Политвласть мы копим. В принципе, строительство. Да, воспользовавшись слабостью Османской империи, после того, что Турецкая война член Балканской лиги объявили войну. Может ли Османская империя пережить такой удар? Сомневаюсь, что нет. Национальный фокус и духовную мобилизацию также мы изучили. То есть, плюс к военно-обязанному населению у нас будет. И вот сейчас, то есть, должны выбрать 21 требование. Да. Что это нам даст? Плюс 10 политической власти. Станет владельцем региона Шандунь и получит контроль. Стоп. Регион Шандунь. Это вообще который? Это Ляо-Дунь. Гирин. Интересно, а какой это регион-то? А, вот этим? Блин, нормально. Хорошо, хорошо, я не против. Обязательно. Нам этот регион нужен. Соответственно, будем граничить с кем у нас тут? Британия и Германия. Ну да ладно. Ну, значит, нам можно будет еще одну группу войск уже размещать сюда. Сейчас мы наблюдаем, как у нас на Балканах ведутся боевые действия между Османской империей и странами Балканской лиги. Видим, что здесь, конечно, преимущество полностью за Балканской лигой. Дальше даже посмотреть. Нет, это... А, ну да. Арабско-Сербско-Османская война. Ну, здесь что у нас? Всех равны Греция, Болгария, Сербия, Черногория. Месят Османскую империю. Ну, все. Османскую империю, значит, сейчас выше будут. Наверное, где-то до Константинополя им оставят, возможно. А может вообще полностью увидим. Здесь у нас же не исторический фокус, поэтому все может сложиться. Никак должно быть. Так, что у нас с армией? 200... Почти 300 тысяч уже армия оставляет. Плюс на подготовке. Одна... Ну, это полицейская дивизия, которая на Континенте оставится. Все оставшиеся войска, которые раньше охраняли, я сейчас переформировал. Они поедут у нас в регион Шаньдунь. Будут там базироваться. Но пока еще мы не изучили 21 требования, поэтому пока ожидаем. А тем временем печальные новости в нашей стране. Император Мэйдзи умер. Император Мэйдзи, страдающий от диабета, нефрита и гастроэнтерита. Да, тут целый прям букет болезней у него. Умер от уремии. Хотя официальное заявление было, что он умер в 42 минуты 1, 30 июля 2012 года. На самом деле, смерть наступила еще раньше. То есть, позже сказали. Ладно. После смерти императора в 1912 году, парламент Японии принял резолюцию, дабы почтить память о его роли в реставрации Мэйдзи. Ирисовый сад в Токио, который, как известно, посещали император и императрица, был выбран как место строительства синтаистского храма Мэйдзи Дзингу. Могила императора, однако, находится не в храме, а в замке Фусимимомо-Яма на юге Киото. Слава императору. Понятно. Кто же нас теперь правит? Император Тайшо. Или Тайшо. Я, может быть, я не точно произношу. Ну ладно. Наверное, его ближайший родственник. Национальный фокус. 21 требование. Был ли нам изучен? То есть, как уже говорили, мы должны получить регион Шандунь. И у нас отношения с Китаем ухудшаются. Так, если мы выбираем в дальнейшем давление на Китай. Минус 30. Естественно, выбираем. Да, всё, как видим. Так, территория нам перешла. И вот эти 15 дивизий, соответственно, я их поздравляю. Они у нас... Блин, а чё, здесь порта нету, что ли? Подожди, подожди. Да ну нафиг. Чё, у нас порта нет в этом территории? Их, блин. А это как мы сюда войска отправлять собираемся? Блин, погодь, странно вообще. Вот этот порт кому... Ну или это... А то я не пойму, он кому в итоге принадлежит-то нам или... Нет. Нет морской базы. Хорошо, придётся сюда тогда ещё морскую базу сейчас делать. Блин, а я думал, мы, конечно, уже сюда прям высадимся. Всё такие прям... Нет, ничего подобного. Нам нужно будет развивать этот регион. Кстати, чё там по снабжению? Да. Здесь вообще капец. Этот регион вообще не предназначен для размещения войск. Так, ну вообще, то есть в общих чертах наша империя расширяется. То есть вот вторая серия, соответственно, мы до начала Корею присоединили, теперь часть Китая. Как там Китай? К нам минус 40. Ну то, что мы удерживаем их провинции. Что же, хорошо. Давайте тогда на этом сейчас нашу вторую серию закончим. Если она вам понравилась, также подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Соответственно, будем снимать уже новые продолжения. Ну что ж, давайте тогда сейчас на этом с вами я прощаюсь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok